Продолжай. Я начну тогда к этой же теме, о чём мы с вами говорим, и хотел бы перейти. Один из любимых моих писателей, я долго не буду говорить, я думаю, надеюсь, поймёте, о чём я говорю, это Морис Митерлин. Я на нём вырос, я ещё через яд читал, к сожалению, мало его читаю. Самое известное произведение его – это «Синяя птица», то есть «Птица счастья», «Синяя птица». Я хочу сейчас вот Морису Митерлинка только в двух словах, это долго надо говорить, надо прочитать его эссе. Я люблю, я очень люблю Морису Митерлинку. Он говорит о смысле в чём? О разуме, о разуме и смысле жизни. Вот, ну, несколько слов хочу сказать. Он говорит так, что существует при выборе того или решения, существует здравый смысл, он так называет. Что такое здравый смысл, он понимает, когда человек себя ведёт, чтобы ему не было хуже в данной ситуации. В любой ситуации, чтобы самому человеку не было хуже. Вот в этом направлении, знаете, как правило, мыслит 90% людей. Они живут из соображения здравого смысла. Я передаю мне своё ощущение, ощущение Мориса Митерлинка, великого писателя, который писал о разуме цветов и многие другие вещи. Это будет интересно. Второй уровень, чуть выше, он называет это «добрым смыслом». Добрый смысл, это когда, вот Саша когда говорит, когда мы говорим об окружающей среде, когда человек, он не бросит там, он не спилит там ёлочку какую-то молодую, он там не на приют, вот где-то там. Это он называет «добрым смыслом», это более высокий. Из этих соображений, я сейчас закончу вот этот кусок, закончу, да. Из этих соображений живёт, я говорю о Морисе Митерлинке, живёт примерно 10% людей. И самое последнее, это самый высокий, он называет это «мистическим разумом». И приводит пример, несколько примеров, я только один маленький пример приведу. Мистический разум – это когда тонет ребёнок, например, стоит на берегу человек, он не умеет плавать. Он бросается спасать тонущего ребёнка и спасает его, несмотря на то, что не умеет плавать. Вот я только вот этот кусочек. И мы плавно подходим к вопросам разума и интеллекта. Интеллекта. Вот, Лёвочка, пожалуйста. Не-не-не, я по другой теме, ну это проехали тогда лучше. Ну так получилось, я так получилось, я хотел... Я просто, извини, да, ничего, ничего, всё, всё, говори о чём, всё. Нет, мысли-то приходит, это самое, мы вот... По поводу экологии, по поводу отношения человека к природе. Мне интересны люди, мне интересно общаться. Хорошие, плохие, но умных глупых не бывает. Ну, как тебе, с интеллектом, без интеллекта. Вот. Что я замечаю, массово люди, вырываясь из города, вот, приезжая на природу, я это называю... У них, в первой сути, идут выброс, так, вот, городского дерьма. Они выбираются на природу, так, вот, и они ведут себя, как варвары. Вот, вот этот конформист, который в городе, так, вот, ну, тут полная свобода, тут вот полное, вот, отрицательное, вот, на какие они выплёскивают. И вот смотришь на человека, нормального, интеллигентного, общительного, ну, естественно, он выпьет, так, вот, ну... И он начинает творить, вот, ему хочется сломать, разбить бутылку. Я никому не остановлюсь. Ребят, первые сутки ваши, да, пожалуйста, творите. Приходит ко мне, дай мне топор. Я говорю, зачем? Дерево срубить. Я говорю, ну, понимаешь, дерево, ну, камняк, тут так срубные мурачки, ему лет был... Ну, дай, я хочу срубить. Ну, даёшь ему самый ржавый топор, а люди все равно, как тебе сказать, интеллигентные. Срубить не могут. Нет, он приходит, как дятел, приходит, у него рунки уже все в мозолях, так, дерево там чуть-чуть обшел. Я не вмешиваюсь, ну, понимаешь, я не останавливаюсь, не, понимаешь, и не читаю морали. Морали я начинаю читать на второй, на третий день, да. Ну, вот, правильно. Ну, вот этот вот выплеск, приходит, выход на природу, и вот свое звериное естество, вот свое, вот, вот, то, что он не мог выплеснуть, он на бедную, на мой остров бедный, так, начинает выплескивать его, так. Чего выплескивать? Он не соображает, что делать. У меня вот трон был такой, на камне, так, ну, поваленная столетняя береза, так, там, кора вот такая вот, ну, красиво так, выделено, сделано, так. Я говорю, мужик, так, вот, пальцами вот эту кору вот обрывает, так. Я говорю, парень, так, ну, давай я тебе, так, вот, сдам эту стамесочку, так, хотя бы перчатки. Я говорю, я говорю, не вмешиваюсь, если считаешь, что вот этот трон будет обглазанный корой, так, вот, будет красивее, так. Воля твоя, говорю, ну, пальцы-то пожалей. Я говорю, я не спрашиваю даже зачем. Утром подвел, я говорю, ну, вот, смотри, так, вот, ну, и чего. Второго подвожу, так, вот, я говорю, давай-ка снимай это самое, ботиночки, красовочки, снимай, так. Говорю, чего, я говорю, ну, снимай красовочки, давай теперь вперед, так. А там стекло, я говорю, стекло. А почему стекло? Не знаю. Я говорю, ты можешь раздать? Вот так вот. И я не, в первые сутки не ограничу, человеку надо выписнуться. Это так, как себе, это ведет к психозам, нервозам, ко всему, так, к агрессии. Вот эту агрессию, и многих я принимаю, так, у меня жена говорит, они же везут, ведут себя, как свиньи, так. Я говорю, ну, пойми, ну, них у тебя нет. А по прежнему, тут можно все. Тут можно рубить деревья, так, тут можно рвать цветы зачем-то охотками, так. Ну, кстати, интересный пик, посмотрите, японцы такие, икибаны, один цветочек, одна скоряшка, один танк. А у нас охапка сразу. Одну розу ты рассмотришь. Одну, а мукет роза. Ты не видишь, нет, это красиво, так. Ну, одну розу поставь в стаканчик, ты каждый лепестончик, каждый лепестончик, рассмотришь. Это стидичь, охапка, охапка роза, красиво. Ну, это, как Бульдюперий сказал, да, вот, когда маленький плит, вы кто? Мы розы, не, вы не розы, вы цветы. Вот у меня роза на планете, это розы, а вы цветы. Извини, я перебил, просто я забыл это сказать. А вот эта агрессия, так, вот, городская агрессия, спрессованность, так, вот, негатив. Я в город приезжаю, я чувствую этот негатив, просто чувствую. Знаешь, он как вот нырнул в болото какое-то, и вот оно липнет. Нет, ко мне, конечно, хрен чего прилипнет. Вот так, защита купол, защита зеркала, так, вот, автоматически включается. Купол, зеркало, все, так. Купол ото всех, так, вот, зеркало, это, а целенаправленного нет. Ну, ладно, это мило. Это и называется интеллектом. Это и есть интеллект. Интеллект – это когда человек при выборе своего решения перебирает массу вариантов, как повести себя в этой ситуации. И это и является интеллектом. То, с чего я начал, то, что ты рассказываешь. Человек, который имеет недостаточный интеллект, какая он выберет самое глупое решение. Поэтому интеллект – это весь твой набор знаний, то, что ты знаешь, твоего опыта, знаний. Не согласен. Пожалуйста. Не согласен. Пожалуйста, пожалуйста, согласен. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не знаю, как это сформулировать. Не интеллект, а душа человека. Ну, условно скажем, душа. Интеллект мешает. Душа. Интеллект, так, вот когда ты, например, сливаешься с природой или что-то, так, она проще, она всё. Ты идёшь, грубо говоря, ты интеллектом принимаешь неверные решения, потому что интеллект и жизненный опыт тебе подсказывают делать так, 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 так. А когда ты, условно говоря, с душой подходишь, так, с душой, включаешь своё внутреннее, включая, я извини, что перебил, я упорочил. Ничего страшного. Ничего страшного. Включая природные и наследственные инстинкты вот тех предков, так, когда ты подключаешься, так вот. А интеллект нет. В простых условиях интеллект он мешает, так. И, грубо говоря, дураку, если на основе выживания, так, выжить легче, так. А, есть такая... Мешаю? Не то. Да нет, я... Мне странно это. Это уровень интеллекта называется. Подожди, я... Это опыта. Каждый может... Хочешь сказать, хочешь тоже сказать. Сейчас, нет, я пройду, я заканчиваю. Продолжаем, хорошо. Есть очень интересная поговорка. Умный выйдет из безвыходного положения, да? Мудрый не попадёт в безвыходное положение. Дурак проскочил в безвыходное положение, даже не поймёт, что положение было безвыходное. Вот я примерно так думаю. А он погибнет просто, бывает. Он погибнет, и всё. Он перескочит. Пожалуйста, Саша, он перескочит. Бывает, бывает, перескочит, бывает и так, да? Саша, хотел сказать. Показываю пальцем. Да, 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 давно проскочил. Правильно Юрий сказал. Восточные учителя говорят, человек – это не тело, это не интеллект, это разум, это душа, душа. А у нас вся наука на уровне интеллекта, и это будет забедом и ложный результат. Вот, кстати, по поводу ветвыпитки. Люди приезжают на природу, на жутцы, из них всё самое дурное выходит. Это, им уже не жевалка, им поближать, подраться. Саша, горит костёр, так? Вокруг костра пластиковая посуда. То есть, понимаешь, нет, они хотят жить в финале, они хотят не на природе, не культуру, они хотят пронести и выкинуть, и уехать, приехать через день и наткнуться на ту бутылку, которую они разбили, так? Ну, вот сейчас я хочу вот это своё дерьмо вытеснуть. И так же это будет в будущей жизни. Мы здесь на пакосте, а в будущей жизни мы в это дерьмо не наступим. Саша, ну, дело-то в том, что это дерьмо в нас копится, а в состоянии города духовно сканить в туалет ты не можешь. из духовных отсканить в туалет ты можешь только на природе. Вот это разрешено тебе дело. Конечно. Ты тут можешь и даже и вернуться в состояние бывшего предка. Я, извини, Саша, перевернувшись. Ну, нет, это я ничего не знаю. Знаешь, был случай такой, приезжал и ко мне, ну, как я понял, топ-менеджер, потому что у него чисто, он в футболке, но чистое вот инститивное поправление галстука, постоянно. И он сразу на меня, ты меня снимать не будешь? Я говорю, смысл. Ну, вот, в интернете меня, я вам показываю, у меня кнопочный телефон, я говорю, что ли? Да? Да. И тут началось так вот выпасть энергию. Он бегал с Галышовым, он орал, как кота, он лазал по деревьям, так, он из него выходило, так, после, так, в субботу он не пьет, в воскресенье он нормальный, потому что в понедельник ему опять на работу, и опять он уважаемый человек, и если бы я его снял, там, например, а так свобода, я могу ли? Об этом никто не знает, и у меня главный принцип, так, у острова, ребята, никаких разборов полета, чудить их хоть, утром встаем, чтобы никто не вспоминал, кто как-то идет, каждый в своем праве делать то, что он хочет, вот, это остров свободы, ты делаешь, что хочешь, но никто тебя, пусть завтра не укорит, не вспомнит, не скажет, а ты помнишь, так, они-то помнят друг про друга, так, вот, а я помню про всех, так, поэтому, если начнется разбор полета, я как бы могу пределить все, да, он галышок упался, а ты? Секундочку, можно, я повернусь назад, я посмотрю, о, понял, потому что я-то сижу, я-то сижу, не думаю ни о чем, вот, я просто, извините, ради бога, я почему об этом вспомнил, пока я сидел, не думал, я сидел спокойно, но когда я вспомнил, когда я падал назад, я сижу и думаю, боже мой, ну, вы-то понятно, вы сидите, представляешь, вот так полетишь, и, да, в случае чего я тебя, я тебя подсорву, да, они могут, понятно, такая перебивочка небольшая, да, Саша, я поэтому даже уходит так, я не был нашим главный разговор, и я, грубо говоря, завладел, этой ситуацией, то есть я, не, молодец, все хорошо, правильно, я не даю вам высказку, правильно, все правильно, раз я тут хозяин, нормально, Саша, например, рассказать и тебе, Саша рассказать, намного бы, у вас в жизни интереснее, насыщеннее было, нет, 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 еще раз говорю, здорово, все, все, все хорошо, все, ничего, что я шишу, все, все отлично, у человека, ведь рот один, а ухо два, поэтому я возьму, пацан, ну, здрасте, для тебя хозяин, ну, давай, вот часто я вижу люди приезжают, смотрят, кричить, это самое, за город, нарвут цветы, целый букет, а возвращаются, там, до электрички, километр ходьбы, и выбрасывают, а зачем рвать-то, чтобы выбрасывать, я не понимаю, где логика такая, ну, нарвали, возьмите себе, а многие цветы, из красной книги, даже, там пишут специально, в лесу таблички, ах,